Новогодние праздники совсем скоро и уже начинается активная подготовка к ним. Изучив тенденцию к отправлению и получению посылок в 2020 году, руководство Укрпочта решило изменить свой график работы для удобства клиентов. Соответствующее решение на днях озвучил министр инфраструктуры Владислав Криклей. В преддверии больших праздников по распродаже 11.11 и День холостяка мы должны подготовиться для того, чтобы максимально качественно обслужить наших клиентов, наших жителей города Одессы. Для этого мы решили, что в связи с тем, что большой наплыв будет посылок, нам удобнее будет обслуживать, в том числе в воскресенье. Для этого мы меняем графики по наиболее крупным нашим отделениям, куда люди могут прийти и в выходной день и спокойно получить свои посылки. Во всей Одессе уже 250 отделений перешли на семидневную работу. В нашем городе лишь 7. Но это только начало, утверждает директор Одесской дирекции Укрпочты. В планах перевести еще как минимум 50 отделений по области. В рамках Укрпочты количество отделений, которое переходит на семидневный график, 250. По Одесской дирекции мы перевели уже 7 отделений. И будем еще переводить, наверное, до конца года, еще доведем эту цифру до 50. Плюс мы еще подключим крупные отделения в населенных пунктах, как в Белгороде, в Измаиле, в Подольске, в Любашевке, в Сарате, для того, чтобы в Южном и в Черноморске, для того, чтобы люди могли обслуживаться 7 дней в неделю. А вот отделение связи номер один, легендарный Одесский главпочтамп, на Садовой всегда работал по такому графику 7 дней в неделю. Его начальница рассказывает, что всегда найдется клиент, который придет в выходной день. Поэтому такое ноу-хоу придется кстати. Наше отделение по этому графику работает очень давно. Людям очень удобно платить платежи в воскресенье, отправлять отправления. У всех, у кого рабочие дни, в будние дни, им удобно прийти в отделение и сделать отправку в воскресный день. Мнения одесситов по этому нововведению разделились. Но все же большинство собеседников считают, что в воскресенье гораздо удобнее забрать посылку. В будний день можно просто не успеть прилететь с работы. Ну я полагаю, что это неплохое мероприятие. Это будет разгружать, конечно, людей, потому что люди сегодня, многие работают совершенно по разным графикам. И это, конечно, будет помощь. Тем более, что сейчас открылось очень много различных новых почт. Я очень редко пользуюсь суперпочтой, только когда платить коммунальные услуги. Поэтому, как бы, для меня это несущественно. Я ждала понедельника, а мне надо в воскресенье было отправить. Это важно для суда, скажем. Если день просрочишь, значит все. Мне очень удобно, если будет, допустим, суббота, воскресенье. Я могу прийти сюда и получить все, что мне нужно. А бывает такое, что я не успеваю с работы. Немножко задержался, приехал. А суббота, допустим, воскресенье уже почта закрыта. В Одессе на Семидневку переходит следующее отделение. Генерала Бочарова, 50, проспект Добровольского, 159, с 26 октября. Давида Остраха, 7, Марсельская, 44, с 9 ноября. Люздорская дорога, 56, маршала Малиновского, 16Б, Варнинская, 1, с 23 ноября. Кристина Черновалова, Владимир Ивжич, Телеканал Репортер.